В первой половине 30-х годов 20-го века Гаригин Нжде, создавший радикальную ультраправую фашистскую организацию Цига Крантюн в Соединенных Штатах Америки, переехал в гитлеровскую Германию. Согласно рассекреченным документам ЦРУ, в армянском еженедельнике Armenian Mirror Spectator за 1 сентября 1945 года был опубликован оригинальный немецкий документ. В этом документе сказано, что Национальный совет Армении, состоящий из дашнакских лидеров, председателя Арташеса Абигяна, заместителя Абрама Фулханданьяна, Арутюна Багдасаряна, Давида Давидханьяна, Гаригина Нжде, основателя Цига Крантюна, Вагана Папазяна, Дро Канаяна и Дертов Масяна, обратился к нацистскому министру восточных оккупированных территорий Альфреду Розенбергу для превращения советской Армении в германскую колонию. Таким образом, налицо факт того, что Армянский национальный совет, куда входил Нжде, тесно сотрудничал с высшим руководством Третьего рейха и имел далеко идущие планы относительно советской Армении. Армении, бежавшие в Германию, получили статус беженца арийской расы. После этого они, посредством фашистской организации Цига Крантюн, созданной армянским генералом Нжде, стекались в подразделения СС и другие элитные вооруженные силы Гитлера. В 1942 году армянские генералы Драстамат Кануян и Гарегин Нжде начали работу над формированием Армянского легиона в составе вермахта. Нжде лично участвовал в освобождении военнопленных армян из концлагерей и привлечении их в ряды легиона. 20-тысячный армянский легион принимал активное участие в оккупации Крымского полуострова и Северного Кавказа в составе элитных нацистских подразделений СС, СД, Айнзацгруппен Гитлеровской Германии. Батальоны, входящие в состав легиона, в качестве полицейских подразделений оказывали услуги нацистам по обеспечению внутренней безопасности, занимались концентрацией евреев и представителей других нежелательных элементов в специальных концлагерях, организовывали марши смерти. Согласно энциклопедическим данным, во время марша и смерти погибло более 240 тысяч невинных людей, большинство из которых евреи и русские. Гариген Нжде также является одним из основных рупоров министра пропаганды Геббельса. Он был заместителем главного редактора газеты «Азат Хаястан», что значит «Свободная Армения», которая являлась печатным органом Национального Совета Армении, созданного фашистами. Нжде выступал с антисемитскими и российскими выступлениями на армяноязычных радиоканалах, располагавшихся в Берлине. В 1944 году Гариген Нжде, осознав, что гитлеровская Германия проиграла войну, вновь меняет свою политическую ориентацию. Отвернувшись от фашистов, он обратился к тогдашнему советскому руководителю Сталину с письмом, в котором пытался оправдать себя и свои преступные деяния. В письме он предает своего товарища армянского генерала Дро, которого называют предателем и преступником, несмотря на то, что руки обеих были в одинаковой степени обогрены кровью невинных людей. Однако советское руководство не поверило в россказни Нжде и арестовало его, приговорив к 25 годам тюремного заключения. Будучи под арестом, другие армяне, изобличавшие деятельность Нжде, раскрыли некоторые интересные факты. К примеру, стало ясно, что Гариген Нжде для привлечения армян в гитлеровскую армию приравнивал борьбу за Германию к борьбе за Армению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова